День осьминога отмечается по всему миру ежегодно 8 октября. Этот распространенный моллюск является не только героем многих фильмов и книг, но и героем кулинарных историй. Осьминоги – самый известный отряд головоногих моллюсков. Все головоногие живут в море, и все они хищники. Осьминог – одно из самых необычных созданий, обитающих под водой. Также его называют спрутом. Изучая осьминогов, а их природе насчитывается до 200 видов, удалось открыть множество нетривиальных фактов, отчего это забавное морское существо называют самым курьезным созданием на нашей планете. Анатомия осьминога действительно уникальна. Вы, вероятно, могли слышать о том, что у него имеется целых три сердца. Большинство видов осьминогов ведет придонный образ жизни, обитаясь среди камней, скал и водорослей. На Дальнем Востоке излюбленным укрытием молодняка являются пустые раковины приморского гребешка. Днем осьминоги менее активны, чем ночью. По твердой поверхности, в том числе по отвесной, осьминог передвигается ползком, используя щупальца с присосками. Может также плавать щупальцами назад, приводя себя в движение своеобразным водометным движителем, набирая воду в полость, в которой находятся жабры, и силой выталкивая ее в направлении обратном движении, через воронку, играющую роль сопла. Направление движения меняет, поворачивая воронку. Оба способа передвижения осьминога довольно медленные. Плавая, он уступает скорости рыбам, поэтому охотиться осьминог предпочитает из засады, мимикрируя под окружение, а от последователей старается спрятаться. Благодаря мягкому эластичному телу, осьминоги могут проникать через отверстия и щели, гораздо меньшие обычных размеров их тела, что позволяет им изощренно прятаться во всевозможных убежищах. Селятся даже в ящиках, бидонах, автомобильных шинах и резиновых сапогах. Предпочитают укрытия с узким входом и просторным помещением. Жилище свое содержит в чистоте, подметают струей воды из воронки, объедки складывают снаружи в мусорную кучу. При приближении врагов, в том числе водолазов или аквалангистов, спасаются бегством, прячась в расщелинах скал и под камнями. У осьминогов достаточное количество природных врагов, различные виды акул, тюлени, морские львы, касатки, дельфины, некоторые виды рыб. Удирая от врагов, осьминоги многих видов выпускают струйки чернил, темной жидкости, вырабатываемой специальными железами. Эта жидкость повисает в воде в виде бесформенных полупрозрачных пятен и некоторое время держится компактно, пока не размоется водой. Зоологи пока не пришли к общему мнению о цели такого поведения. Жак Ив Кустов книги «В мире безмолвия» высказывал предположение, что эти пятна – своего рода ложные цели, предназначенные для того, чтобы отвлечь на себя внимание нападающего и позволить осьминогу выиграть время, чтобы скрыться. У осьминогов есть способ защиты – автотомия. Схваченная врагом щупальца может оторваться за счет сильного сокращения мышц, которые в этом случае сами себя разрывают. Оторванная щупальца в течение определенного времени продолжает двигаться, что служит дополнительным отвлекающим фактором для хищника, преследующего осьминога. Зимуют многие виды осьминогов в более глубоких водах, а летом переселяются на мелководье. Многие из них ядовиты. Например, синекольчатый осьминог способен своим ядом убить человека. Осьминоги предпочитают вести оседлый образ жизни, находясь в полном одиночестве, перемещаются с места на место они неохотно, да еще и в крайнем случае. В основном это происходит тогда, когда истощаются запасы объектов пропитания, а также тогда, когда им необходимо найти партнера. В ежедневной жизни осьминоги по отношению друг к другу считают себя конкурентами, поэтому появление своих сородичей на своих территориях не допускают. Бывают случаи драки за определенную территорию. В таких поединках особи получают серьезные травмы или погибают. При этом один осьминог съедает другого осьминога. Но на самом деле это случается крайне редко. Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми умными среди всех беспозвоночных по многим показателям. Поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры, маленький квадрат отличают от более крупного, прямоугольник, поставленный вертикально от прямоугольника, поставленного горизонтально, круг от квадрата, ромб от треугольника. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным. Осьминоги очень быстро привыкают к ухаживающему за ним человеку и действительно отличают своего хозяина от других людей. В книге Франца де Вааля «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных» описаны случаи, когда, распознавая неприятных ему людей, осьминог отплывал от стенки аквариума, в котором его содержали, и менял цвет, приобретая агрессивную окраску и демонстрируя раздражение. И напротив, если человек вызывал у него симпатию, придвигался ближе к стенке сосуда и признаков враждебности не выказывал. Осьминогу хватает ума, например, запросто открыть флакон с таблетками, завинченный специальной крышечкой с так называемой защитой от детей. Более того, он способен вырваться на свободу, если сам заперт внутри банки и закручен винтовой крышкой. Интеллекта и силы щупалец для этого у осьминога вполне достаточно. Можно с полной уверенностью сказать, что это диковинное создание смогло бы принести исследователям множество неожиданных открытий. Глаза осьминогов устроены столь же сложно, как и у человека. Как остроумно пишет биолог Игорь Акимушкин в своей книге «Приматы моря», глаза осьминога и человека схожи не только своим устройством, но и выражением. Один квадратный миллиметр сетчатки его глаза содержит 64 тысячи зрительных элементов. Вот слышат эти животные, пожалуй, неважно, хотя и реагируют на инфразвук. Есть подозрения, что осязание и обоняние имеют в жизни этого морского животного ключевое значение. Из-за большого количества меги кровь осьминога синего цвета. С ее помощью моллюски комфортно себя чувствуют на большой глубине. Их можно встретить в теплых водах, море и океанов на различной глубине. Максимальная глубина, на которой осьминогам комфортно обитать – 150 метров. Хотя глубоководные представители рода могут спускаться на 5000 метров вниз, подобно кальмарам. Изредка осьминогов можно встретить в холодных водах, где они ведут себя крайне сонливо. Их принято считать ночными существами, поскольку в дневное время они прячутся в своих убежищах. Находясь в состоянии полусна, осьминог может схватить проплывающую мимо добычу и, почти не просыпаясь, съесть ее. Как я уже и сказала, эти существа являются хищниками и способны переварить любое создание, встречаемое в морских глубинах. Чаще всего осьминоги питаются следующими представителями океанской фауны. Любая рыба, в том числе ядовитая, ракообразные, которые иногда дают серьезный отпор осьминогам, излюбленное лакомство осьминога, лобстеры, омары и раки, которые, завидев грозного хищника, стремятся как можно скорее уплыть от него. Иногда крупные осьминоги могут поймать мелкую акулу. В литературе осьминоги уже давно заняли нишу подводных чудовищ. Авторы описывают их гигантскими существами, нападающими на корабли и моряков. Наиболее наглядным воплощением подобных монстров является кракен из фильмов «Пираты Карибского моря». Осьминог – необычный и очень умный моллюск. Благодаря стратегии выживания, вид без изменения живет почти 100 миллионов лет. Удивительное животное, которое еще успеет удивить человечеству. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok